Всем привет! Сегодня 1 июня. Всем привет! Первый летний день. Он по-настоящему летний. У нас отличная погода. Люди раздеваются, в майках ходят, в шортах. Небо голубое. Сегодня прям солнечно. У нас прекрасное настроение. Сегодня решили поснимать щенков и немного поболтать на уже обещанную тему по поводу доставки щенков за рубеж. Из России за рубеж. О возможностях, о стоимости. Так что предлагаю вам немного нас послушать. Ну и посмотреть на щенков. У нас сейчас стоялось два телефонных звонка по поводу доставки собак из России за рубеж. Мы не стали опубликовывать сами звонки, потому что они были затянуты очень долгими. Мы где-то уточняли, где-то повторялись. Поэтому мы сейчас с Машей перескажем, так как мы поняли о ситуации на сей день. Нам самим было интересно, как на сегодняшний день обстоят дела, так как все знают, что коронавирус, что границы большинства стран закрыты. Поэтому мы связались с опытными перевозчиками и узнали всю информацию. В общем, с большинства стран перелеты и ЖД перевозки закрыты и возможность только автотранспортом. Как правило, это все происходит с Москвы. И в зависимости от удаленности страны это и время. То есть от одного дня до, грубо говоря, 7-8 дней. Естественно, что ценник тоже будет варьироваться от расстояния от того, сколько времени человек будет оказывать эту услугу. Потому что за свою работу и себестоимость он, естественно, будет брать деньги. Сейчас, чтобы с Москвы доставить, например, в Германию щенка, это от 700 до 1000 евро. Кто-то из вас может сказать, что ничего, я совсем недавно привозила, это стоило дешевле. Возможно, но как нам озвучили, что сейчас эти цены очень сильно подорожали. Конечно, отправлять нужно с проверенными перевозчиками, потому что никто тебе гарантии никакой не дает на щенка, в каком состоянии он доедет. Гарантировать никто не может. Эту информацию мы узнавали просто для ознакомления, чтобы быть в курсе, как сейчас обстоят дела. Но вот пока что с границами вот такая сложность. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, мы даем какую-то ложную информацию. Может быть, есть какие-то другие каналы, есть другие возможности. Просто мы об этом вас просили, но люди как-то очень коротко. Вы напишите подробно, каким образом вы привезли, вы сами летели, либо с курьером, сколько вы заплатили. Эта информация может помочь просто другим людям. Ну и опять же, все сейчас у нас меняется со скоростью света, особенно это касается границ пересечения их. Поэтому информация должна быть актуальной, ну хотя бы на несколько месяцев ближайших. Это не прошлый год и не позапрошлый, тем более, это совершенно разные вещи. Лично меня вот в данной ситуации, конечно, огорчило то, что нет никакой гарантии. Человек покупает собаку у владельца из России, оплачивает сумму, перевозчик доставляет животного. Но в каком виде он его доставил, никому не интересно. А вдруг мертвая собака, а вдруг больная собака, а вдруг во время поездки случился стресс, либо возникло заболевание у собаки. В этом случае никто не отвечает ни за что. Взяли деньги и все. Кто, в общем, с кого что будет требовать и предъявлять куда претензии, в общем, тут все очень так все. И рискнуть или не рискнуть, это дело каждого. Мы читали разные комментарии, люди писали, что кто-то нормально кому-то доставил собаку, а кто-то писал, что были случаи, что мертвые щенки доезжали. Ну вот, очень разные комментарии, поэтому нельзя однозначно здесь что-либо сказать. В любом случае, я так понимаю, что это риск. Просто люди, некоторые сталкивались с этим риском, а кто-то нет. Вот напишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваши отношения вообще по поводу перевозок к курьерам, авиадоставкой, автодоставкой, ЖД. Хотелось бы знать ваше мнение. Люди, которые планируют покупать собаку в России, но сами живут за границей, вы прикиньте сначала, готовы ли вы нести такие серьезные транспортные затраты, потому что они могут порой превышать даже стоимость щенка. Да, взвешенно подходите к этому вопросу. Если вы не готовы, так скажем, в двойном размере купить щенка, тогда нет смысла тратить время. Эта информация не о нас конкретно. Это в общем, мы говорили о ситуации по России, как, что вообще обстоят дела. Да, потому что в комментариях очень много споров, что это все нормально, мы отправляем и карго, и всякое, все замечательно, прекрасно. Вы так вообще никогда не продадите щенков, если будете столько требований предъявлять. Мы продадим щенков, и за это мы не переживаем. Рано или поздно они будут проданы. Но нам важно, куда они будут проданы, нам важно, каким образом они доедут до хозяина, их состояние. Мы не хотим, чтобы щенок испытывал стресс, потому что мы и так прекрасно понимаем, что у него будет стресс даже просто уйти с семьи. Вот мы, например, иногда наблюдаем за ними, вот они бегают кучкой, да, вчетвером, им весело, им хорошо. И тут, может, вот, буквально пару часов щенок оказывается один в другой семье, в другой обстановке, и это уже для него стресс. А если это еще и как бы стресс такой сильный, серьезный, с длительной доставкой, мы как бы не готовы подвергать своего щенка такому. Еще, знаешь, еще можно было, мне кажется, рассматривать такую доставку, что несколько часов до семь дней, я считаю, что это очень много. Да, если это, например, Казахстан, Украина, которые не так далеко, да, так скажем, находятся. Ну, опять же, как, Украина недалеко от Москвы. Есть такая возможность, да, доставить. Да, можно доставить до Москвы. Насколько я знаю, сейчас нет прямых рейсов, это надо через Францию лететь, если не ошибаюсь. Ну, очень все сложно. Вот поэтому, видимо, те, кто желает приобрести из-за границы щенков, ну, для вас действительно этот прям год очень сложный. Может быть, вы лучше просмотрите варианты из соседних, может быть, стран. Ну, или потерпеть, ситуация все равно рано или поздно у нас разрешится. Ну, в общем, как-то так, вот, для информации вам, конечно, озвучили, ждем ваших комментариев. Да, и будем надеяться, что видео было вам полезным, и вы за это нам поставите пальчики вверх. А пока, пока, пока. А сегодня, да, мы прощаемся с вами, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok